Доброе утро! Вчера вечером, поздно уже в скайпе, один мой молодой партнер, толковый парень, задал мне очень хороший, правильный, наверняка важный для многих, и в том числе и для меня вопрос. Он спросил меня, Олег Григорьевич, а почему вот одним людям удается воздействовать на аудиторию, на слушателей, а у других не очень получается? Почему у вас, вот я вас слушаю, мне кажется, что вы умеете находить в нужный момент нужные слова, какие-то примеры, какие-то истории, какие-то эмоции проявляете, и вот откуда вы это берете? Я вижу, что люди реагируют так, как надо, и это что, профессиональный навык какой-то, который вы получили в предыдущей своей деятельности, или что это? В чем секрет? Ну, хороший вопрос. Я далек от мысли, что я достиг совершенства в вопросах публичных выступлений и вообще в общении с людьми. Но кое-что за эти годы я накопил, и есть смысл сейчас поделиться этим. Действительно, почему одним? Мы же ведь зарабатываем устами, от плода уст своих наполняется чрево твое. То есть как поговоришь, так покушаешь, написано в Библии. Так вот я задаюсь вопросом, почему одним людям удается так воздействовать на людей, что они делают нужные вещи, а другим не очень. Говорят и много, и порой красиво, а результаты неутешительные. В чем дело? В чем секрет? Секрет прост. Как все в этой жизни просто. Истина в простоте. Истина проста. Истина такова. На мой взгляд. Если ты перед тем, как открыть рот, хорошо здесь и здесь осознаешь, что ты, делая бизнес, должен, обязан, заинтересован, говорить о выгоде, об интересах, об удовлетворении потребностей слушателя твоего, если ты заботишься о том, чтобы ему было хорошо, чтобы товар, услуга, который ты предлагаешь ему, или деловое предложение, которое ему делаешь, оно ему действительно выгодно, если ты в это веришь в данный момент, и то тогда, тогда, если у тебя установка такая в голове есть, то тогда тебе легко. Тогда, тогда ты находишь нужные слова, тогда ты проявляешь нужные эмоции, тогда ты находишь нужные примеры, всплывает правильные истории. Все твое существо нацелено на то, чтобы помочь людям осознать их выгоду. Тогда у тебя появляется, если ты постоянно пребываешь в этом положении, в этом состоянии, если твой мозг направлен на поиск путей, улучшение твоих действий, совершенствование твоих навыков, и все только в одном направлении, как убедить человека в том, что ему твое предложение выгодно. Вот если ты искренне заботишься о нем, тогда это легко делать. Если ты его хочешь кинуть, если ты не уверен в своем товаре или услуге, если ты больше думаешь о прибыли, хотя о прибыли нужно думать, мы же бизнесом занимаемся, но получение прибыли через удовлетворение потребностей людей, это все очевидные вещи совершенно. То тогда, если ты так настроен, тогда у тебя появляется желание искать литературу, учиться, ходить на нужные тренинги, искать именно те приемы или усовершенствовать те навыки, которые помогают тебе раскрыть людям их выгоду, их интерес, их заинтересованность, показать, что твое предложение действительно удовлетворяет их нужду в данный момент. Вот и все. В этом секрет. Большинство людей, к сожалению, думает не об этом. Большинство людей думает о том, как рассказать вообще, подать материал. Как рассказать? Многие думают, как красиво рассказать. Многие думают, как поразить своей ученостью, осведомленностью, своими жестами какими-то, какими-то приемами спикерскими, ораторскими. Как сделать так, чтобы они выложили денежки. Но это работает неэффективно. А на самом деле, если говорить истинную правду, то перед каждой своей презентацией, которую я провожу в интернете или вживую, я обращаюсь к Богу. И я и говорю ему, Бог, Отец, помоги мне сейчас, потому что я просто слабый человек, тут сидит много людей, у всех у них есть заботы, проблемы. Они хотят улучшить свою жизнь. Помоги мне помочь им понять, что я несу для них добро, что я хочу сделать их жизнь лучше, спокойнее, радостнее. Я верю в то, что мой продукт, или услуги, или товар, или предложение хорошее. Помоги мне, пожалуйста. Вот так я делаю. В этом секрет. А Бог, Он ведь Отец, а Отец желает только добра. И поэтому Он, я верю, использует меня и вкладывает в нужные слова, нужные действия, нужные поступки, нужные жесты, мимику, короче говоря, Святой Дух использует меня. Я верю в это. И я не забываю молиться. А когда я забываю, то я думаю, почему я так плохо говорю? Почему люди остались равнодушными? Ну, это отдельная тема. Большая, глубокая и... самая важная. Я желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.